Я вас приветствую на своем канале. Решила я сделать вот таких бабулек. Не знаю, не помню, как называется эта картина. Чаепитие или у самовара. Я знаю точно, что этой картине лет 40 с лишним. Еще печаталась в работнице или в крестьянке. В приложении были выкрики. И где-то на полметра были чертежи. У меня были, но куда-то потеряла. Взяла я с интернета. И что я делаю? Можно распечатать два листа. Какой вы один порежете на выкрики, на детали. И будете пришивать. Но я делаю это все через копирку. Я перевожу сразу на ткань, вырезаю и закалываю. Чтоб не потерялись у меня детали. И видеть, что я сделала, что мне предстоит еще сделать. Она, конечно, у меня небольшая. 37 на 30. Может быть, я немножечко ее расширю. Сделаю какой-нибудь здесь другой фон. Окно, занавески. Что-нибудь в этом роде можно пофантазировать. Пока я еще не решила, будет это аппликация или будет это как пицца. Единственное, когда я вырезаю детальки, вот верхние детали, это понятно. Но некоторые детали, они заходят вовнутрь. Я их делаю с припуском. С лишним. Видите? Чтоб, когда я прошивала, ничего мне не мешало и не выскакивало. Вот, например, лежит кошка. Юбку сделала больше. Сверху я расположу кошку. Также и руки. И лицо. Вот, допустим, платок. Он находит на лицо. Лицо делаю длиннее. И платок буду накладывать на лицо. Также и руки. Вот рукав. Здесь у нас манжета рюшечки. Я продлила. Вот он рукав. И сверху я пришью кружева. Сейчас я до конца все перевожу, вырезаю, заполняю картинку. И потом переносим на ткань. Ткани на наряды и интерьер буду использовать все, что у меня есть, более подходящие лоскуты. Здесь много ткани не надо. Можно маленькие-маленькие лоскуточки брать. Срезала я все детали, какие мне нужны. Но всякую мелочевку, вот, допустим, кружева на скатерти, кружева на платке. Вот эту мелочевку я буду делать по ходу работы. И теперь я взяла полотно. Покупала я его на строительном рынке. Он тоже самый, как синтепон, только он более плотней, приплюснутый. Где-то 150 рублей метр погонный. Но ширина у него 2,5. Очень даже выгодно на такие работы. И полотно взяла 60 на 55. Я буду его увеличивать, эту картину. Она у меня не будет вот такая оригинальная, как у всех. Я тоже повырезала некоторые детальки. Изначально я делаю фон. Это у меня пол. Буду прошивать в виде досок, более светлой нитки и обои. Вот такие полосатые у меня будут обои. Это у меня ткань еще с СССР-овских времен. Нарисовала на полу вот такие доски. Не знаю, насколько правильно. В деревнях всегда были кривые, скрипучие полы из досок. Делаю половицы специально небрежной строчкой. Но как бы я ни закалывала, все равно ткань деформируется и получаются вот такие некрасивые заломы. Здесь у меня произошло смещение ткани и слегка идет волна. Вот это именно придает доскам красивый вид. Ну а это придется как-то скрывать. Прошиваю я вот такой декоративной строчкой. Она у меня по 30 номерам. И у меня здесь все доски, как видите, разъединены. Я иду по прямой, поднимаюсь наверх, возвращаюсь, иду по прямой. Где надо, поднимаюсь наверх, возвращаюсь и опять напрямую. И потом также следующий ряд. Сделала я пол. Но какой пол без щелей и без гвоздей? Но это я буду делать после, когда я сделаю рисунок, потому что у меня будет лежать ковер здесь еще. Я прошила все вместе, потому что я еще не знаю, где у меня будет располагаться коврик. И вот эти вот недочеты, конечно, это все еще отпарится. Но все равно какие-то складки будут присутствовать. Но со стороны это наоборот передает эффект досок. И теперь я просто взяла и пришила обои. И теперь дело за фантазией. Располагаем наши рисунки. Пол, стена. Можно, конечно, сделать какое-нибудь разграничение. Сделать плинтус, пришить полосочку. Нужно обязательно прогладить, чтобы шов был ровный. Вот видите, у меня присутствуют совсем чупышные маленькие дырочки. Это говорит о том, что очень хорошая ткань и молька очень хорошо ее ест. Всегда ориентируется на расположение основной картинки. Я ее положила. В стороне сделала окно. Здесь у меня будут цветы, листва, шторы. Шторина будет заходить за тетю туда. Также здесь у меня пустая бумага. Я сделала часы. Циферблат я буду рисовать. Цепочку буду вышивать. И, возможно, у меня будет здесь кукушка. Здесь сделаю окошко другим цветом. Просто нашью ткань и сделаю, как кукушка где-нибудь у меня сидит. И вот теперь я переношу тетей по чайнику. С той стороны я делаю себе пометку, где он заканчивается. Делаю пометку, где у меня ботинки. И с нижней стороны можно идти кверху. Смотрите, как у вас располагается рисунок. Чтоб у вас друг на друга ткань заходила. Так как я все прикалывала булавками к бумаге, я просто перекалываю булавки. И вот моя целая картинка. Все сразу я не откалываю. Я взяла центр, стол. Сначала я прошиваю ножки, скатерть, самовар. Потому что все находит друг на друга. Скатерть взяла кружева, добавила белую ткань, чтобы у меня не было видно вот этих зеленых обоев. И вот такая у меня нарядная скатерть получается. Уже наверх буду ставить кружки, сахарницу и руки наших дам. Сшила я из лоскутов вот такой коврик. Вы видите, он кривой, косой. Как ложились лоскутки. И не подбирала, и не выравнивала. Теперь я его проглаживаю через мокрую марлю. Выравниваю. И сделаю оборку. Это кромка. Видите, она с бахромой. Будет как настоящий ковер. Дорожка такая. Отделку дорожки буду пришивать лицо к лицу. Прокладываю строчку. Потом отворачиваю на лицо. И потом прокладываю строчку. Тем самым я закрою тот неровный, необработанный шов. И у меня как раз по краю будет бахрома. Смотрите, как получается. Я за себя даже очень рада, что я нашла еще применение ненужной кромки. Работа продвигается. Приходится постоянно в цвет подбирать нитки. И вот эти мелкие детали, не знаю, сейчас, наверное, лицо буду все-таки как-то на руках или на паутинку клеить. Очень неудобно это все на зигзаге делать. Тем более, когда нет на машинке швейной лампочки. Никак не могу купить лампочку. Нет таких. Девчонки, подскажите, на Мэмори Граф, где купить лампочку. Нету их. Она прям совсем маленькая-маленькая. И ладно. Тетя, сделала я кофту. Вот эти все линии, складки буду делать на руках, вышивать. Сверху у меня идет голова, и сверху все это прикрывает платок. Вот работа почти что готова. Осталось буквально по мелочи, и мне нужны ваши советы. Что мне сделать с печкой? Что-то тут не хватает. Может быть, так же белой ниткой или какой-нибудь сероватенькой сделать, как кирпичики. Или, может быть, так же что-то поставить. И, самовар, каким цветом мне лучше вышить? Он у меня золотой, черным не хочу. Или, может быть, темно-желтым сделать? Подскажите мне, пожалуйста. Ну, циферблат я буду делать маркером тонким. Не знаю, будет он растекаться. Надо это все смотреть. Вышивать это нереально. Цифры 2, 3 и все такое. Если только римские цифры сделать. Ну, а так, в целом-то меня как-то это и устраивает. Конечно, фон темноватый. Опять моя оплошность. Фартук поменяла. Сделала полосатый, чтобы было поярче. Еще добавила сундук с замком. Просто увидела такую ткань. Думаю, дай-ка я из него сделаю сундук. Изначально шторы у меня были нежно-голубые. Я уже их сделала. И подхваты сделала. Но в ходе работы я их куда-то потеряла. И так и не нашла. Но попался вот такой красивый материал. Конечно, не в то время эта ткань. Но сделала темноватые. Пусть будут. Окна хоть не пустые. Также сделала цветы. Но цветы я не пришивала. Чисто в серединке. Кругляшечку желтенькую. И пришила за нее. Также лепесточки. И по картинке. Посмотрите, какой здесь красивый пар. Наверное, мне надо еще немножко закруглить. И вручную еще добавить такие полосочки. Как здесь. И вот насчет самовара. Здесь очень много рисунков. И вот мне надо сориентироваться по цвету. Пока что я его не трогаю. Тоже вот эти всякие деревянные набалдажнички. Не знаю, как они называются. Но в общем-то... И так до кукушки у меня дело не дошло. И полы. Полы я просто обыкновенной строчкой слегка сделала такие неровные швы. Более-менее как бы интересней смотрятся, чем простые ровные гладкие доски. Я ни разу не делала такую ювелирную работу. Никогда не занималась мелкой такой аппликацией. Всегда у меня были какие-то крупные фигурки. Но работа мне очень понравилась. Может быть, я еще в такой технике сделаю. Но пицца намного-намного легче. Мне эта работа очень понравилась. И сам процесс, и результат. Но, опять же, у меня середина очень перегружена. Всего я здесь много-много начередила, натворила. А верх у меня получается пустой. Если сюда добавить какую-нибудь маленькую картину. Подобие портрета. Но это тоже будет уже чересчур. Я еще подумаю. Может быть, квадратик какой-нибудь вырежу и приложу. Но, знаете, в процессе никак не можешь затормозить и успокоиться. И еще хочу спросить про эту тетушку. На рукаве у меня кружева. По оригиналу внизу кружев нет. Но так как на рукаве есть, может быть, мне добавить вниз. И будет такая тетушка вся кружавчатая. Или это будет уже лишнее. Подскажите мне. По времени она у меня заняла полтора дня. Но я от нее устала, если честно. Если бы я ее не расширила, то оригинал был бы вот такой маленький. По полному шаблону получается 30 на 42. А у меня получается 61 на 52. Вот насколько я увеличила. Ну, на этом все. Пока-пока. Комментируйте. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь. И жмите колокольчик.